— Небольшое ответвление по теме МЮ от Дуба в Телеграме. Сейчас прошел такой пользователь, такой твой зритель. Что происходит с Казимира? Он же с первых матчей сезона играет как конус. Не верю, что такого уровня опорник за несколько месяцев может превратиться вот в то, что превратился. Хотя ты его называл одним из лучших еще два года назад. — Да, и мне кажется... — Мне кажется, что первый сезон Манчестера Юнайтед — это скорее подтверждение того, что он очень хорош. Насколько эту команду можно склеивать. Он склеивал и провел удачный сезон. Этот сезон очень слабый, и там уточняется в вопросе, что речь не только про последние матчи, где он играет на позиции центрального защитника. Во многом смещающие обстоятельства именно в этом. Хотя он отвратительно играет на этой позиции, но это просто не его позиция. Я думаю, что тут два аспекта. Во-первых, без его физического обвала и с точки зрения готовности, и с точки зрения травм, которые его мучают, конечно, такой резкий спад был бы невозможен. Второй момент — то, о чем я косвенно уже сказал. То есть система Тенхага, она очень сильно заточена на индивидуальные дуэли. Казимиров в принципе игрок, который не совсем разумно таким образом использовать. И в первом сезоне он пытался и скорее успешно переключался между своим режимом и режимом Тенхага, но с точки зрения именно действий без мяча. В этом сезоне, мне кажется, особенно учитывая его слабую индивидуальную форму, это стало особенно часто оголяться. Вот именно такая система, его физическая форма, это привело к очень серьезному обвалу. В другой системе, я думаю, что это ощущалось бы не так резко. А тут и к нему вопросы большие по готовности, и система еще дополнительно подставляет. Это, я думаю, это вот основные причины. Давай закроем вопрос про потолок затрат в АПЛ. Если хочешь, можем в закруглении темы Манчестера и Тенхага и вот заголовок Тенхаг из рук превратить в вопрос. Итак, потолок затрат. Так, потолок затрата. Благо для АПЛ такой вопрос был. Да, 66% проголосовало, нет, 34% проголосовало. На заседании клубов АПЛ было радикальнее. Там, по-моему, 17 на 3, да? Там оба Манчестера и, по-моему, Астан Вилла против голосовали, а все остальные за. Очень удобно Шеффилду голосовать за. Ну, он вернется, наверное, в 2025 году, как раз комфортно. Так, Тенхаг из рук все очень простое. Вот как у тебя сформулировано в заголовке стрима. Физрук. Там не два варианта, как вы могли бы подумать. Вариант да, вариант нет. Вариант... Очень длинный какой-то. Да, но, нет. Стал таким в Манчестере. Не уровня Манчестера, вот так вот. Ага. Вот, я такие варианты вам предлагаю. Да, нет, но понятно, тут все. Вроде объяснять не надо, что это значит. Спасибо. Потом есть, да, но не буду так его называть. Это имеется в виду из уважения к тебе. Ты сказал, запретил называть, значит, не будут называть. И, хотя считаю, это в глубине души. И стал им в МЮ. Ну, то есть раньше не было, теперь стал. Да. Продолжение следует...